Выжигать неугодных начали на Бару. Ночью подожгли дом общественника Николая Мязина. Сам он считает, что поджог связан с его борьбой за сохранение Чаичьего озера. Это особо охраняемая зона, которая непонятно каким образом оказалась в частной собственности. Местный крупный бизнесмен хочет построить там элитное жилье, а экологи пытаются сохранить красивейший уголок природы. Борьба длится уже более года. Активистам удалось остановить застройку на землях сельхозназначения. И теперь они вышли с инициативой изъять землю из частной собственности и вернуть государственную. И вот спустя несколько дней после того, как Николай Мязин публично обратился с этой инициативой в администрацию и прокуратуру, его дом и подожгли. Ближе к часу ночи мы услышали треск. Хорошо еще, что сун был достаточно чуткий, и мы увидели огромное зарево огня. То есть, выглянув в окно, мы поняли, что дом горит. Я проснулся и увидел всплеск пламени. Тут же прямо через дверь выбежал, кричу Николаю, «Коля, давай воды». Быстро пробежал в огород, несколько ведер в бочку, несколько ведер сюда. Вызвали 112 пожарных, быстро приехали, сильной струей сбили все это. Ангел-хранитель, наверное, есть, что дяя Вова вовремя это увидел, вовремя. А не дай бог вот загорелось. И все, все деревянные дома, нашей улицы нет. Когда прибыли уже дознаватели непосредственно пожарной части, здесь нами была обнаружена бутылка, которая тоже пострадала температура водительства, с запахами быстро возгорающегося существа внутри. Она была изъята, то есть пятилитровая бутылка. Навстречу к нам попались тоже вечером, когда мы здесь тушили несколько молодых парней, которые подтвердили, что здесь разворачивался автомобиль «Кадиллак» темного цвета вот в этот момент. Этот черный «Кадиллак», который, как утверждает очевидца, был на месте поджога, очень важен. Дело в том, что тот самый бизнесмен, который пытается построить элитные дома в особо охраняемой зоне около озера, передвигается как раз на черном «Кадиллаке». Мы выступаем за то, чтобы земли сельхозназначения, которые принадлежат семье риэлтора Трофимова, у него изъяли, поскольку эти земли не обрабатываются должным образом, и несколько фактов нарушения природоохранного законодательства мы на них уже выявили. И мы написали обращение в администрацию и в прокуратуру городского округа. И поэтому я думаю, что сопоставив вот все эти факторы, то есть и то, что этот человек ранее угрожал мне по телефону и председателю общества охраны природы, городского округа города Бор. То есть этот человек воплотил свои угрозы в реальность. Я считаю, что это Трофимов. Это так оно и есть. Потому что человек это, ну, хуже, чем бандиты. И его безнаказанность уже переходит все границы. Месть. Ну, войну немцы так делали. Сгоняли всех в дом и сжигали. Все. Это, это натурально был, скажем так, не просто поджог. Это был умысел убить хозяина дома. Не думая ни о ком. А он позвонил по телефону несколько раз, сказал, я тебя найду. На что, собственно, я изначально повесил трубку, потом он еще один раз набрал. Она сказала, что я тебя найду. Да я там в 90-е был солидным человеком, там, фейерпальцы и все такое. Человек с головой вообще не дружит. Как бы это ни скорбно звучало, но он просто, мне кажется, уже не понимает. Он взорвался, взорвался своей безнаказанностью. Мы, конечно же, пытались взять комментарии у самого бизнесмена Сергея Трофимова. Он как раз приехал домой на своем черном Кадиллаке. Сергей, добрый день. Уделите пару минут, давайте пообщаемся. Сергей, можешь с вами поговорить? Сергей Викторович, объясните, пожалуйста, на связи к вам вопросы. Вы можете что-то сказать? Мы хотим, чтобы наш был сюжет объективен. Сергей! Многословностью Сергей Трофимов и ранее не отличался. Я напомню историю и вопросу. В прошлом году на Чайчьем озере начались работы с помощью земснаряда. Там стали готовить землю под застройку. Вот с чем тогда столкнулись местные экологи. Почему вы ведете деятельность около озера? Не трогайте меня руками. Не трогайте меня руками. Это моя частная собственность. Это ваша частная собственность? Это моя частная собственность. Иди отсюда. Вот эта вот дорога, это ваша частная собственность? Это моя личная частная собственность. В трех метрах от озера? В двух метрах от озера. Не трогайте меня руками. Какие-то на это беды есть? Нет, это понимаешь, это природоохрана. Объясняю, еще раз, только там букнешь, я тебя закопаю прямо там, где ты находишься. Ты меня понял, нет? Еще раз, Сереж, ты вообще отчет отдаешь, как ты разговариваешь? Вы выполняете чей заказ? Нет, не чей заказ. Нет, вы выполняете чей это заказ? Чтобы материал получился объективным, мы пришли высушить позицию Сергея Викторовича. А вы чего снимаете? Я пришел получить информацию. Водителя, пожалуйста, нашего не трогайте. Так вы можете нам высказать свою позицию по поводу произошедшего? Ты никто, понимаете? Мы же представились с вами, рассказали. Вы это кто это? Я журналист, я же представился с вами. Я понимаю, а я парикмахер. Вы можете объяснить, что произошло? Вся информация в органах, а вы никто, еще раз, говорит. После конфликта на озере на одном городском мероприятии Сергей Трофимов, заметив местных экологов, затеял с ними драку. На кадрах камеры видеонаблюдения прекрасно видно, как он подходит и первым наносит удары. После этого его скрутили и выявили с публичного мероприятия. Спустя пять дней он написал заявление в полицию и уголовное дело возбудили. И он, несмотря на видео, стал в этом деле потерпевшим. А те, кто его пытался утихомирить и удалить с мероприятия, обвиняемыми. Что касается поджога дома общественника, то в полиции уже возбудили уголовное дело. Но, как нам сообщил активист Общероссийского народного фронта Николай Мязин, в полиции подозревают, что поджог дома совершил он сам. И предложили пройти проверку на полиграфе. Он согласился.